Ребята, вы на канале у Тимофея, и сегодня мы вам покажем, что... Годзилла 2014 года, еще Годзилла Спима, Годзилла Кармонстров, еще Спима, Годзилла Противопорта. Столько много информации, ребята, но я хочу сказать, что коллекция Тимофея, коллекция Годзилл, пополнилась вот такой замечательной Годзиллой, и сегодня ее Тимофей получил посылки, да, Тимофей? Да, и открыл ножом. И открыл ножом, правда же? Открыл. Я хотела сделать распаковку, но у Тимофея нет терпения, он не дождался бабушку и вскрыл. Хорошо, а теперь давай не баловаться, а расскажем ребятам. Итак, как называется эта Годзилла, Тимофей? Годзилла 2014 года, как убивает... Вот это 2014 года, да? Да, и убивает Гнуса и Муту. И Муту убивает? Да, и разрушил. А вот эта Годзилла какого года? Мы сейчас сравним. 2019 года, еще 2021. 2021. Это 2021. А это Годзилла 2014 года. Посмотрите, очень красивая Годзилла. Но мы сейчас найдем отличия. Итак, у этой Годзиллы что у нас? Закрытая пасть, а у него открывается пасть и закрывается. Вот, у этой Годзиллы пасть закрытая, ребята. А у этой Годзиллы 2021 пасть открывается. Потом мы видим с вами различия в гребне, правда? У этого гребень черный, а у этого Годзиллы... Синяя. Синяя гребень. У этой Годзиллы не заряженная гребень, как у этой Годзиллы в фильме 2019 года, еще и 2021. И 2021. И еще. Атомное дыхание. Покажи. У Годзиллы 2021 есть атомное дыхание, правда? А у Годзиллы 2014 года нету. Правильно. А у Годзиллы 2014 года, которую мы получили сегодня... На новой почте, ура! На новой почте, да. То у этой Годзиллы атомного дыхания нет, ведь и пасть у нее не открывается. Ну, смотрите, тут у нас движется хвост, правда? А у этой тоже. У этой тоже движется. Покажи, ребятам, как движется. Вот. Лапки тут у нас движутся. И у этой. И у этой движутся. Ножки здесь тоже у нас сгибаются, разгибаются. А у этой Годзиллы, покажи, ребятам. Ноги движутся. Движутся, да. То есть, посмотрите, они в целом вроде бы одинаковы, но различия есть. Это где-то конг, трепозавр, варвар, чернодозуки и просто какой-то конг. А, это ты перечисляешь еще коллекцию, да? Скорее всего, это же конг, изображен, который мы видим на этой картинке. На этой картинке. Ну, Тимофей, конгов ты показывал в предыдущих роликах. Мы вас знакомили и с конгом с топором, и с конгом с нежным, да? Да. Мы знакомили вас. Мы вас знакомили и с Годзиллой. Атомное дыхание. А мы не знакомились. Подожди, а еще черепозавр. Ты тоже знакомил, ребят? Да. С черепозавром. А вот сегодня такой прекрасный Годзилла 2014. Очень приятный. Еще разрушал мот и города. С ним очень интересно играть. Понимаете, он очень приятен в руках. Гребень такой. Замечательный Годзилла, ребята. Замечательный. Тимофей у нас даже читает книги про Годзилл. Да, столько ему нравится. Какую мы книгу сейчас с тобой читаем? Как она называется? Годзилла 2020. Ну, ты уже прям перечислил. Годзилла 2020. Да. А ты прям 2020-2020. Ну, нет таких годов. А Годзилла 2020. И вот, ребята, мы вас познакомили с таким Годзиллой. Посмотрите. Если вам понравился, приобретайте, играйте. И это Монстр Верс. И не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки. Пишите нам в комментариях. Возможно, вы хотите, чтобы мы вам рассказали еще какие-то игрушки. Токол, да. Да. Четыре лет. Токол. Ленджедой. Пельмей Тойс. Годзилла. Монстр Верс. Годзилла против Конга. Годзилла против Конга. Годзилла. Конг. Телефасаур. Варбат. Конг. А Варбата у тебя еще нету. Да. Вот. Поэтому нам нужно еще... Как правильно? Варбат или Варбат? Варбат. 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 Вот Варбата еще нужно приобрести. Наверное, в Харькове. Ну, конечно, наверное, в Харькове, ребята. Когда у нас закончится война, и мы в Харькове обязательно приобретем. Классия может. Классия, конечно. Конечно, очень много в Харькове магазинов, где можно приобрести замечательные игрушки. А если мы приобретем раньше, мы обязательно вас познакомим и с Варбатом. Вот так, ребята. Пишите нам, ставьте лайки. У Тимофея еще очень много динозавров. И вполне возможно, что мы вас познакомим и с ними. Да. Правда? Ведь ты очень много еще знаешь. И еще и с животными познакомимся. И с животными познакомим. Вот такие замечательные Годзиллы у нас, ребята. Видите, я вам еще раз покажу для сравнения. Посмотрите хорошо, крупным планом. Приобретайте и играйтесь вместе с Тимофеем. На этом все, ребята. Мы будем заканчивать наше видео. Мы вас любим. Смотрите нас. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok